Перед обзором хочу порекомендовать канал Сергей28Рус. Серёга снимает обзоры на новые симуляторы, а также рпшки по этим симуляторам. Ещё есть различные гайды, например, как выйти из бана в Мотор Депот. Весьма полезно. Сейчас у Сергея 85 подписчиков. Давайте поднимем эту цифру до 100. Ссылка на канал в описании. Ну а теперь давайте посмотрим обзор. Добро пожаловать на просмотр обзора обновления в игре Russian Car Simulator. У меня две хорошие новости. Первая, это, соответственно, что вышел сама обнова. И вторая новость. Игра теперь стоит всего 29 рублей. И думаю, теперь ни у одного человека не возникнет финансовых проблем. Кстати, ссылка на игру уже в описании. Что ж, ну а теперь о самом обновлении. Первое. Добавлен тюнинг авто. Второе. Новая подлокация. Третье. Добавлена система денег. Четвертое. Добавлены новые премиум авто. В смысле не Rolls-Royce Bentley, а в смысле авто за игровую валюту. Ну и пятое. Это исправлены баги. Тут все по дефолту. Обо всем подробнее поговорим в игре. Погнали. Ну и раз мы в меню, давайте посмотрим, какие же новые машины были добавлены. Вот у нас появилась такая новая ячейка премиум автомобилей. Автомобили зеленого цвета. Хочу сказать то, что эта очень система мне не понравилась. Новых авто. Потому что мы эти машины не будем покупать. Мы эти машины будем арендовывать. То есть нужно сделать 6-6 ходок, чтобы арендовать хотя бы вот Бэху или новый автобус, ребят. Но я считаю это как-то не очень. Лучше бы мы эти машины, конечно, покупали бы за деньги. И они всегда были наши. Оказывается, они просто берутся в аренду и все. Ребят, это не очень есть хорошо, честно. Теперь я понимаю, почему здесь можно задонатить 10 тысяч рублей. Хотя я думаю, общая сумма автопарка составляет где-то примерно 1300-1400. А здесь донат в 10 тысяч. Вот. Получается. Эти машины берутся только в аренду и все. Даже для аренды, я думаю, это слишком много. Да и смысл, кто будет брать в аренду машину, чтобы там покататься пару минут и все. И все деньги просто уйдут. Вот. Ну, должен сказать, эта система немного такая подстава. Потому что я вначале не заметил, что это аренда авто. Я думаю, мы их навсегда будем брать и покупать. Вот. Я поэтому немного расстроился. Есть BMW E30. E30. Она тоже 150 долларов, как и вот этот автобус стоит. Дальше идет машина подороже. Это Mercedes. Он стоит 250 долларов. Ну и самые дорогие машины. Они стоят по 350 долларов. Это GELIC и Lada Vesta. Согласитесь, как-то странно. Автолаз и GELIC стоят по одной и той же цене. Вот. Это, в принципе, весь новый транспорт, который есть. И плавно выплываем в тему заработка денег в этой игре. Как мы будем зарабатывать в этой игре? А совсем просто. То есть мы берем абсолютно любую машину, на которой мы хотим поработать или так далее. Это легковушка, грузовик, автобус. Выполняем миссии. И абсолютно за любую миссию. Кстати, это небольшой такой финансовый изъян, связанный с экономикой игры. То есть любую работу. Это там гонки по чекпоинтам поездить, продукты развести, что-нибудь еще такое сделать. Везде каждый раз будут платить одну и ту же сумму денег. Это 25 долларов. Я тут посчитал. И чтобы купить самую дешевую премиум машину, здесь нужно сделать где-то 6 ходок. Даже не где-то, а ровно 6 ходок нужно сделать, чтобы купить либо Бэху, либо вот этот замечательный автобус. Чтобы открыть все машины, нам нужно где-то сделать, я посчитал, плюс-минус 50 ходок. И мы сможем купить все машины. Можем мы это сделать другим способом. Это донат. Мы можем за 69 рублей купить 1000 кредитов. То есть просто мы ездим, выполняем миссии, нам дают деньги. Мы постепенно все эти деньги скапливаем, копим, ну и покупаем машину. Вот и все. То есть все, посмотрели мы на новую машину и разобрали систему заработка денег. То есть за любую ходку, за любой рейс нам будут давать каждый раз 25 долларов. Ну а сейчас погнали посмотрим тюнинг машин. Какой же он теперь есть. Ну и новую подлокацию посмотрим. Что ж, мы сразу же появляемся в этой новой подлокации. Если не ошибаюсь, это она, потому что до этого я ее не видел. Но и разработчик не указал, что это именно за подлокация, поэтому это возможно не она. Напишите в комментах, было ли это до этого. По-моему этого не было. Ну такой милый микрорайончик с трущобами такими двухэтажными. Остановка. Стоит деревья, такие тротуарчики. Здесь все так минималистично. Какие-то домики стоят. Чуть подальше стоят уже не то что новостройки, просто уже такие дома многоэтажные. Ну вот, все такое в контрастах России. Все очень хорошо сделано, должен сказать. Так, зелени достаточно, да. Вон тут дом побольше. На три этажа. Ну и выезд на главную дорогу. Там у нас тупик. Такие блоки, ЖБИ лежа, да. Здесь какая-то деревня идет слева. Ну и все, мы выезжаем за это место. Ну и туда же все по дефолту вроде бы идет. Кстати, тут, если это было в обновлении или нет, не помню. Вроде бы это сейчас появилось. Здесь какой-то новый торговый центр появился. И он стоит прямо на дороге. Это вот небольшой минус. Не мешало бы это исправить. А то он целую полосу загородил с собой. Вот, ну сделано. Все прикольно. Такой магазин 24 часа. Здесь заезд для людей пешком подняться. И для инвалидов, как понимаю. Такая вот горка для инвалидов. Вот. Как-то так, в общем. Ну что, давайте посмотрим теперь тюнинг. Под локацию посмотрели. Осталось посмотреть только тюнинг. Останавливаемся. В верхнем левом углу, кстати, вот появилась ячейка с деньгами. То есть сейчас у меня 0 долларов. Я ровно потратил ту сумму, которую заработал. И вот, нажимаем тюнинг. Овто, что же у нас здесь есть. У нас есть кастомизация автомобиля и дополнительный. Но дополнительно, как я понял, это только у определенных машин будет. У 4-ки их нет. Этих дополнительных видов тюнинга. Поэтому берем колеса. Первое, что попалось. Мы можем менять угол колес. Переднего и заднего, соответственно. Ну и можем завышать подвеску. Можем вот такое чудо сделать. Просто ездить на этом. Ну или вот так. Как вам угодно. В общем, это уже ваши фантазии. Так, дальше что у нас есть. Готово. Ну вот, снизу еще можно сбросить конфиг. Все это, все конфигурации сбросить можно. Сохранить, загрузить и готово. То есть, как-то так, в общем. Дальше смотрим цветов. То есть, здесь почему-то всего лишь два цвета. Белый и черный. И все. Было бы неплохо, если бы добавили еще цвета. Хотя бы 3-4. Там, желтый, красный, зеленый, синий. Да. Ну или какие-нибудь вообще текстуры. Новая аэрография. Какая-нибудь рисунок, наклейка. Было бы неплохо, думаю. Ну и конфигурация двигателя. Здесь можно привод поменять. РВД, ФВД, РВД. Вот все такое, да. Пусть будет РВД. Порог переключения передач. Тоже можно изменить порог сцепления. Честно, не знаю, что такое снизу. Игра вроде от русских разработчиков. Русская. Половина на русском, половина на английском. Как-то очень странно должен сказать. Вот. Ну это, в принципе, весь тюнинг, который есть. Ну что, я думаю, обновление неплохое. Покатаемся так по городу. Поговорим еще. Хочу сделать вывод об обновлении. Не мешало бы знать, что сделать. Вот. В плане экономики игры. Ее немного подфиксить. Потому что, смотрите, ну реально. Вот на ладе я также сейчас покатался по чекпоинтам по городу. Мне дали 25 долларов. Я там взял рейс. Довольно такой неблизкий. На зеле вез стройматериалы. Мне тоже дали 25 долларов. Почему бы не дать 40? Там, ну ладно, 30-35 долларов. Пусть цены будут варьироваться. То есть, это будет интереснее и справедливее как-то. Было бы неплохо в плане экономики это все пофиксить. Но остальное, там здание было немного. Но это уже с маппингом связано. Это можно пофиксить несложно. Просто здание на место вернуть и все. Ну что ж. Поэтому, касаемо критики, я высказал все. Да и к тому же это не критика. Согласитесь, это адекватное мнение. Думаю, со мной сейчас все согласятся. В том числе и сам разработчик. Вот. Засирать игру и тому подобные вещи. Я, конечно же, делать не буду. Потому что здесь докапываться, в принципе, не к чему. Учитывая то, что игра теперь стоит всего лишь 29 рублей. Я, честно, не помню, сколько она стоила до этого. Но она стоила так дороже. Минимум раза в два, наверное. Вот. Ну, теперь 29 рублей. Думаю, любой сможет купить. Об этом я еще говорю в начале видео. Ну что ж. Еще раз скажу. Ссылка на игру в плеймаркете в описании. Она стоит 29 рублей. Всем большое спасибо за просмотры. Кстати, ребят, ребят, ребят. Недавно мы праздновали 10 тысяч подписчиков на канале. Мне прошло и где-то двух недель. Ну, может, двух-трех. Вот. У меня уже на канале почти 11 тысяч. Ребят. Всем большое спасибо. Кстати, те, кто еще не подписались на канал. Сейчас смотрят это видео. Досмотрели до этого момента. Ребят, если хотите, подпишитесь на канал. Будет приятно. И мне, и вас. Я буду радовать контентом. В общем, все в таком плане. Ребят, встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok.